Микс Ньюс Ученые бьют тревогу Неизвестно, как дело повернется, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио Болтком Мы с вами завершаем этот год Олег Пек в студии и напротив меня Константин Рангс Журналист, морской геолог и исследователь климата Добрый день Добрый день И вот уже, наверное, сегодня в последней программе этого года Стоит подвести экологические итоги Года, который принес нам Грету Тумберг Собственно говоря, имя, которое узнали, наверное, широко Масса именно в этом году И озаботились, может быть, многие как-то очень серьезно Теми переменами, которые происходят на нашей планете Ну, надо сказать, что действительно, год в этом смысле, хотя он еще не закончился формально И многие данные про этот год мы будем знать только через пару месяцев, когда будет собрана вся статистика Но уже очень многие говорят о том, что этот год подтвердил вот этот тезис о изменении климата и в частности глобальном потеплении Например, вот мы здесь все видим, что у нас творится Например, мои друзья поехали в Лапландию Буквально два дня назад встретить Рождество на севере, за полярным кругом Финляндии Так вот, снег они увидели примерно на полдороге от юга Финляндии до этой самой Лапландии А приехав в Раванеме, они были поражены, как и местные жители, тем, что, несмотря на то, что там снег есть Но температура всего минус 2 градуса Что для заполярья совершенно ненормально То есть, в принципе, да и для нас, собственно говоря, плюс 3, плюс 5 градусов перед новогодние дни Это тоже не самая привычная ситуация У нас было уже чёрное Рождество И таким же будет, судя по всему, Новый год Ну и православное Рождество, есть шансы, что тоже таким же встретим Ситуация действительно очень интересная Климатологи объясняют, почему происходит такое изменение Как мощно идут циклоны, которые приносят атлантическое тепло в наши широты и дальше Например, я разговаривал с женщиной, которая приехала из Костромы, где Кострома находится Так там тоже как-то с этим снегом не слишком-то густо По сути дела, а это уже далеко к северу-востоку от Москвы В общем-то, там должен быть снег А его как бы с ним не очень То есть, надо отметить, что если вы будете сейчас говорить с австралийцами То, конечно, это ужас В Австралии жесточайший пожар И опять-таки говорят о том, что происходит, потому что Это действительно Австралия высыхает А раз она высыхает, она, естественно, и горит И останавливать пожар эвкалиптовых лесов, которые сами генерируют Легковоспламеняемое эвкалиптовое масло Это практически немыслимо Эвкалиптовый лес горит так, как не горит ни один хвойный лес Это нечто фантастическое Мне пришлось общаться в свое время с пожарными Которые показали ужасные совершенно факты Кадры не для публичного просмотра Но это жуткая вещь Можно почитать воспоминания путешественников Которые описывали, как гибли целые поселки в Австралии Еще сравнительно недавно То есть, пожары, но эти пожары становятся все больше и больше Пожары вообще в Южном полушарии в этом году Они прошли в то время, как в Северном полушарии Вы посмотрите, Испания, Франция Франция на прошлой неделе Она вся тонула Там, по-моему, полтора десятка человек пострадали И сколько человек погибло Про Венецию мы говорили У нас месяц назад Особо внимание Практически уходит под воду То есть, я хочу сказать, что здесь у нас Беда в том, что снега нет А вы представьте себе, что было бы Если бы у нас тут, что называется, улицы все размыло Мосты встали бы, потому что к ним подъездные пути бы исчезли Как бы мы тогда говорили о проблемах бы изменения климата Несомненно, что критиков позиции Греты Тунберг у нас сразу бы поубавилось Поэтому я думаю, что если посмотреть, создать карту Где процент людей уделяет особое внимание и поддерживает борьбу с изменением климата Вот этот процент людей высокий будет совпадать с теми местами, где наблюдаются очень сильные природные катаклизмы Это совершенно логично Но, с другой стороны, рукотворный ли, виновен ли человек во всех этих катаклизмах? Или это, может быть, какие-то циклы природные, на которые человек не так уж сильно и влияет? Мне кажется, что иногда идет в интересах, как сказать, популяризации происходит опасная вещь Упрощение процессов То есть, казалось бы, вот перестанем мы, будем высаживать деревья Станет меньше выбросов углекислого газа Потому что деревья растут, они питаются углекислым газом И под действием солнечного света из этой углекислоты и воды делают сахар Ну, в смысле, свое тело Но тут же появляется скептик, который говорит Простите, а когда дерево падает и гниет То весь собранный углекислый газ обратно возвращается в атмосферу А еще выделяется такой метан, который в три десятка раз более эффективен, как парниковый газ Чем эта углекислота И все, и тогда возникает вопрос, очень такой неприятный Собственно говоря, а что дальше делать? Ну, вырастили эти вы леса, а потом, получается, их нужно рубить И куда-то в какие-то подземные шарты закапывать Чтобы таким образом высасывать из атмосферы углекислый газ излишний А может быть, тогда вообще дело не в лесах Может быть, какие-то есть более, так скажем, эффективные технологии Под землю закачивать, его сжижать или что-то еще делать Вот это очень важный вопрос То есть, как только вы начинаете говорить и разбираться в вопросе То появляются сразу какие-то сложности Но это же не будешь говорить ни по радио, ни по телевидению Представьте себе, что появляется такая же самая девушка Грета И начинает подробно рассказывать занудно Ну, может, не занудно, но все равно очень долго о том, как, что нужно делать Да не было бы никакого эффекта Поэтому все в целях, так скажем, интересов борьбы Все уходит, как всегда в истории человечества, к лозунгам Ведь люди же, извините меня, на революционные баррикады И, так скажем, на фронтах никогда не шли с долгими речами Все упрощалось до нескольких слов Кто не с нами, тот против нас Вот примерно так Но в случае с климатическими изменениями В этом году стало особенно ясно Что простого решения какого-то конкретного Нет, вот я на что хотел бы обратить внимание Ведь смотрите, что получилось С одной стороны говорят, что действительно появляются новые технологии Которые могут здорово уменьшить углекислотный выброс И эти технологии будут связаны с внедрением робототехники Электроники систем искусственного интеллекта И при этом же Даже, так скажем, вполне доброжелательные Относящиеся к этим технологиям исследователи Говорят о том, что в течение следующего десятилетия Это, по-моему, компания МакКинси проводила такое исследование Потеряют работу до 800 миллионов человек По всей планете Возникает вопрос И в первую очередь это будут люди старше 50 лет Или 45 лет Куда? И кто, во-первых, их будет кормить? Кто их будет содержать? Конечно, 20% самых молодых образованных Они улучшат свое положение А что делать с 80% остальными процентами? Произойдет расслоение общества Вот посмотрите, какая интересная вещь Я бы даже, можно не особенно говорить про дискуссию, которая была в Мадриде Мы на прошлой программе об этом говорили Я бы хотел больше обратить внимание В связи с экологической зеленой инициативой Евросоюза Где Польша очень критично отнеслась К требованиям сокращения выбросов И сокращению использования угля 80% электрической генерации в Польше Это уголь И если вы начнете бороться с углем То вы должны прекрасно понимать Что будет происходить в Польше Это будет резкое поправение Они уже и так крайне консервативная страна По европейским масштабам Она станет еще консервативнее Потому что это будет наступление на основу Для многих сотен тысяч, если не миллионов поляков На основу традиций их жизни И средств существования Кто их будет содержать? Ответа на этот вопрос, естественно, нет И появляется очень интересная вещь Вот совсем недавно, на прошлой неделе Поступили данные опроса, опять-таки, из Финляндии Ну, страна экологичнейшая Ну, поэтому очень интересно ее рассматривать Так вот, обнаружилось, что отказаться от экологических инициатив В пользу каких-то других Готовы 40% населения 40% А, например, отказаться от инициатив Связанных с повышением экономической эффективности Чуть ли не вдвое меньше То есть, условно говоря, так Даже вот когда начинаешь переходить к конкретным вопросам То люди начинают задумываться Конечно, экология – это замечательно, все хорошо А как жить будем? Что это скажется на моем кармане? И это в стране, в которой сильнейшая развита Социальная система поддержки общества Где очень сильно демократические традиции И мало что происходит без, так скажем, всенародного обсуждения Они этого боятся Посмотрите, что происходило минувшей осенью в Германии, во Франции Мало особо показывали вот эти гигантские забастовки фермеров Которые выступали против, в общем-то, вполне приятных, полезных И, как бы, приятных не то слово А полезных и, как бы, понятных, зачем они делаются Инициатив в области экологии Но, с другой стороны, получалось, что все эти инициативы Режут на корню современное фермерское хозяйство Роман Мишели Уэльбека как раз вот об этом А что за роман я не читал? Ну, название вылетело сейчас просто из головы Но как раз-таки там очень такая злая сатира На современное общество И один из центральных моментов романа Это забастовка фермеров Которые просто перекрывают дороги И вот главный герой к ним присоединяется И участвует во всех этих акциях протеста Которые разгоняют чуть ли не при помощи армии Ну, вот и получается Они же выступают, собственно говоря Уже не то, чтобы им какие-то там особые субсидии давали Они говорят, что вообще вы нам не мешайте дальше Откармливать гусей, свиней, коров Потому что это все основа нашего существования А теперь представьте себе, что вот здесь вот взяли бы и сказали Ну, наше сельское хозяйство Гибель деревни А ведь очень многие люди, так скажем, национально ориентированные Для которых это очень важно Они ведь скажут Если нет национальной деревни То исчезает вообще национальная традиция Потому что сами по себе крупные города Они глобальны, они интернациональны Они теряют свои корны Извините, меня тогда в свое время Сто лет назад говорили о необходимости Смычки города с деревней Сейчас получается, что происходит очередной распад На города, которые хотят жить в окружении цветочков Богатые горожане Ну, а возникает вопрос А кто им привезет продукты питания? Вырастим искусственное мясо Сейчас стоимость искусственного мяса По-моему, то ли 300, то ли 400 тысяч евро за килограмм Надежда на то, что скоро все прилавки завалим искусственным мясом Они довольно-таки иллюзорны И, мало того, с экологической точки зрения опасны Они требуют очень много электроэнергии Где вы ее получите? Ведь зачастую доходят до смешного Что люди говорят Вот в Сахаре поставим солнечные батареи И вот всех обеспечим электроэнергией Прошу прощения Вы посчитали, какие у вас будут энергопотери Транспортируя электричество из Сахары В ту же самую Европу? Ну, об этом никто не хочет заниматься Закон ОМА сейчас не в чести У современных, так скажем, школьников А все-таки хотелось бы выяснить Во что это действительно может обойтись Тем более, что есть особенность в Сахаре И вообще в пустынях Солнечные батареи пылью покрываются И эффективность у них теряется Ну, в общем, это отдельная тема Это парадокс еще тот в 2019 году Что многие сторонники, так скажем, борьбы с изменением климата Стали менять свое отношение к атомной энергетике Вот очень интересно Сейчас запускается новый атомный реактор В Соединенных Штатах Америки Так называемый капсульный По виду он напоминает цистерну железнодорожную Перевернутую Которую можно опустить в такую шахту Или поместить в специальное место Оно очень защищенное Просто так вы ее не поломаете Да и сама она Этот реактор Он как бы имеет встроенную защиту от дурака В общем, если ты начинаешь с ними правильно работать Он останавливается сам по себе Так вот, это тоже очень хорошая идея Потому что его реальная мощность Очень сравнительно небольшая Но если вам нужно много энергии Вы просто поставите множество этих реакторов Реакторы эти модульные Их можно при необходимости Отвинтил, забрал, увез на специальный завод А на его место новый поставил Вот такая вот американская идеология И это, конечно, здорово Потому что это дает стабильную электроэнергию Без каких-то выбросов углекислого газа То есть, собственно говоря, вот движение Ну и я хочу сказать Вот личный опыт Буквально, по-моему, неделю назад Было такое отключение на 40 минут Во всем районе электроэнергии Вот в центре города Вдруг погас свет в квартире Я выглядываю в окно Вижу вокруг темные дома И вдруг я с ужасом понимаю То есть, вот не вскипятить электрочайник Не электроплита Зажигается опять-таки Ну там, слава богу, были дома спички Но их могло и не быть Потому что уже отвыкли от этого Там при свечах Особенно ничего не посмотришь Ну, радио, слава богу, есть батарейки Можно включить, но телевизора нет То есть, вот 40 минут жизни без электричества Не работает холодильник, простите Который начинает размораживаться Если бы это Ну, какая-то авария была бы подольше То вдруг ты осознаешь Насколько ты зависишь от электричества И от всех этих сетей Мы создали умные сети Которые при исчезновении электричества Как говорится, электричества нет Все И все закончилось Наступила темнота Мы не в состоянии Представим себе люди, которые в лифтах были Да Это вообще кошмар Но вот как раз 2019 год еще одну вещь показал С одной стороны, да Все говорят о феномене Греты Тунберг Но ведь надо заметить Что, конечно, сейчас любопытный вопрос Какой будет Грета в 2020 году? Потому что она уезжала Очень, с одной стороны Как бы она публично в Твиттере Она говорила, что ее радует Что популярность этой идеи Но, с другой стороны Она же успела заявить о том Что она расстроена тем Что вот это вот совещание Конференция, которая была в Мадриде Она не закончилась чем-то совершенно ясным К сожалению, очень часто бывает так Что появляются такие яркие вспышки Знаете, такой взрыв эмоциональный Все А потом, когда нету какого-то конкретного результата Наступает выгорание Но я хочу отметить Что нужно понимать Что, в принципе, машина экологическая В Европе Она запущена И мы здесь, в Латвии Особо ничего уже не изменим С 1 января Мы порадуемся В кавычках Новыми ценам на бензин Повысится Кстати, вот В эфире в радио Балком Об Балком говорили об этом Во-первых, появится У нас бензин станет дороже Из-за роста акцизов Бензине будет В 95-м Уже 10% Этилового спирта И многие машины Старого выпуска Они будут Плохо работать На этом бензине Но опять-таки Ничего не сделаешь Например, в той же самой Финляндии Несколько лет назад Переходили На новое топливо Но, правда, надо заметить Что как там Переходили Прошу прощения В Финляндии К моменту перехода На новое топливо Появились сайты Очень простые Где каждый человек Мог вбить Марку своего автомобиля И получить Официальную рекомендацию Можно ему Заправляться Вот этим бензином Его машине Или все-таки Тогда нужно Ездить на 98-м бензине Где будет Не более 5% Вот этого Этилового спирта То есть Как-то Люди могли Запланировать Вот этот Процесс У нас же Это Многие люди До сих пор Кстати, я не в курсе Что с Первого Числа Должно быть Другое топливо На заправках А это все-таки Хотелось бы Как бы Прояснить ситуацию Я могу сказать Что если набрать В гугле Бензин Е10 Вот этот новый Марка машин То можно найти Таблицы Это будут Европейские таблицы Где будут указаны Какие автомобили Так скажем Будут нормально работать На этом топливе И у каких Могут возникнуть Проблемы По счастью Более-менее Новые машины Они спокойно Должны будут Перейти Хотя опять-таки Все предупреждают Расход топлива Несколько Возрастет То есть Это не будет Экономия топлива То есть Мы будем Платить Заметно Больше Но опять-таки Мы ничего Не можем Сделать Потому что Это как бы Самый Простой Способ Двигаться В обозначенных Европейским Союзом Рамках Так скажем Зеленого От этого коридора Поэтому к этому Нужно Относиться Как к данности Предполагается Что мы Станем Больше Пользоваться Общественным Транспортом Что мы Откажемся От старых Автомашин И будем Приобретать Новые Экологически Здоровые Автомобили Вот есть Такая Надежда Такая Выглядеться Из Брюсселя Как оно Будет У нас Как мы Будем Тут Чертыхаться Вот Это Мало Кого Волнует Но мы К этому Должны Быть Готовы Ну и Очень Дорогие Хочется Сказать Экологические Автомобили Да Вот это Кстати Очень Интересный Вопрос Конечно Потому что Опять-таки Возникает Вопрос Собственно Говорят О том Что нужно Собирать Деньги Направляемые На Экологические Нужды Но Экологические Эти Деньги Идут В известной Мере Разными Способами В поддержку Тех Людей Которые Имеют Достаточно Средств Купить Дорогие Автомобили Вот Если Вы Делаете Для Электромобиля Например Бесплатную Парковку То Вы По сути Дело Спонсируете Человека Который И так Имел Как минимум 35 тысяч Евро Чтобы Купить Электрическую Тележку А Человек Который Купил Автомобиль За 10 Тысяч Потому Что У Него Нет Лишних 25 Тысяч Он Вынужден Будет Платить За Эту Парковку Понимаете Вот Здесь Есть Какой-то Ущерб С одной Стороны Понятна Логика Типа Того Что Покупай Электрическую Машину И тогда Не нужно Будет Платить За Парковку Тебе Будет Выгода Сплошная А С другой Стороны Все Это В итоге Выглядит Знаете Как В свое Время Один Из Классиков Марксизм И ленинзм Говорил Формально Правильно А по сути Издевательство Вот Но оно Так Получается Конечно Самых Лучших Побуждений Но Кстати Желтые Жилеты Год Назад Именно На это Обратили Внимание Почему Вдруг Повышение Налогов Приводит К тому Что Мы Селяне Мы Менее Обеспеченные Должны Платить Больше Чтобы Парижане Богатые Парижане Могли Ставить Свои Сверх Дорогие Автомобили Бесплатно Ну Такое Отсутствие Социальной Справедливости Оно Конечно Приводит К социальной Напряженности И вот Тут Это Очень Важно В 2020 Году Можно Предположить Что Вопросы Как Совместить Социальную Справедливость И Демократические Принципы Ведь Многие Предполагают Что Как только Начнется Внедрение Зеленых Технологий То очень Многие Люди Начнут Страдать Вот Но Эти люди Избиратели И они Пойдут И будут Голосовать За кого За консерваторов За правых Которые Скажут О том Что Ребята А почему Мы должны Страдать В то время Как Извините Меня В той же Самой Не будем Показывать Пальцами В деле В деле Охран Природы И откуда Все Это Дело Очень Четко Позиции Начали Определяться Ну Что называется Фигуры На шахматной Доске Стали Расставляться Уже Скажем В боевом Порядке И вот В 2020 Году Я думаю Что появятся Люди Может быть Конечно И Грета Выстрелит По новой Но Вполне Возможно Появятся Новые Интересные Имена Людей Которые И с той И с другой Стороны Которые Могут Обозначить Какие-то Вполне Более Четкие Идеи И Это будет С одной стороны Конечно Интересно Но с другой Сторон Это будет Говорить О том Что Наше Будущее Будет Становиться Все менее И менее Предсказуемым Но ведь С другой Стороны Насколько Страны Третьего Мира Которые Наверное Перевешивают Уже По количеству Населения В несколько Раз Страны Цивилизованного Мира Они Пока что Ведут себя Достаточно Потребительски И они Не Собираются Каким-то Образом Ужимать Потому что Они И не Получают Маленькой Доли Тех Благ Которыми Пользуется Скажем Вот этот Белый Миллиард Который Золотой Миллиард Собственно Насколько Их Давление Будет Сильным Удастся Ли Их Убедить Сократить Каким-то Образом Потребление И самое Главное Не так Быстро Размножаться Потому что Население Африки Где Благодаря Медицине Сократилась Детская Смертность Повысилась Продолжительность Жизни Оно Увеличивается В какой-то Геометрической Прогрессии Потому что Психология Людей Не изменилась И люди Рожают В каком-то Совершенно Бешеном Количестве Все очень просто Известная Фраза Есть О том Что дети Это страховка Бедняков Потому что Понимаете Когда у вас Не существует Никакой Социальной Защиты Только Наличие Детей Это Какая-то Гарантия Что На старости Вас не бросит Умирать С голоду И у вас Будет Хоть Условно Говоря Стакан Воды И кусок Хлеба Это Зашито Всей Эволюцией Человеческого Рода Это нельзя Отменить Постановлением Каким-то И поэтому Как говорят Так скажем В развитых Странах Многие Удивляются Как же так Они нищета И вот Они размножаются Вот они Поэтому-то И размножаются Потому что Они нищета Потому что Как везде Показано Повышается Уровень Блосостояния И Количество Детей Уменьшается Уменьшается Потребность В тех Кто будет Тебя Обслуживать В старости Вот В чем Задача Поэтому Как бы Нужно Увеличивать Улучшать Положение Материальное Этого самого Третьего мира Но Первый мир Особо Не готов С ними Делиться А опять же Посмотрите Ведь принимают Решения Не народы Путем Массового Интернет Голосования А принимают Решения Политики Вот посмотрите Какая удивительная История Произошла В Бразилии Где Постоянно Шли Какие-то Дискуссии О необходимости Сохранения Сельвы Вот этих Южноамериканских Бразильских Амазонских Лесов Которые Действительно Лед Как называют Легкие планеты И местных Индейцев И фильмы Снимали Художественные Все что угодно Кстати Замечательный Фильм Есть Ягуар С Жаном Рно Боевик Такой Как раз Это практически Агитка Посвященная Сохраните Сельву Сохраните Местное Население Туземное А что сейчас Там происходит Бразильцы Когда у них Возникли Проблемы В городах Они выбрали Президента Который Откровенно Говорит Что нужно Вырубать Раз это Приносит Экономическую Выгоду И который Совершенно Не волнует Проблемы Местных Населения Получается Что Да сравнительно Небольшая Но политически Активная Часть Населения Сосредоточенная В городах Организованная Может решать Все В своих Интересах И это Выглядит Как действительно Демократическая Форма То есть Проблема Это уже Из самой Демократии Прошу Прочения С ее Демократии Как инструментом Потому что Действительно Если Програмсовало Большинство От пришедших К урнам Но это Большинство Откуда Она со всей Страны Нет Она из Городов Собралась У в городах Своя правда Своя жизнь Свои интересы Они Отстояли Условно говоря Свои интересы Но Власть Теперь Распространяется На всю страну В том числе И на эту Сельву С этими Жителями Ничего не сделаешь А Что обстоит С Скажем Природными Ресурсами Планеты То есть Сейчас Ведь Получается Что Каждая страна Которая Ну вот На территории Которые Находят Нефть Газ И так далее Пользуется Этим В своих Благах Хотя Понятно Что Ну мы все Живем на Одной Планете То есть Как будто бы Это общий Ресурс И Если вдруг Ну не дай бог Кончится Нефть Газ Вот Чем мы дальше Будем жить Что мы Еще Менделеев Говорил Что топить Нефтью Это все равно Что топить Облигациями Ассигнациями И Практически Получается Какая-то Несправедливая Я знаю Что Мадлен Олбрайт По-моему Даже Высказывала Что говорила Что разве Это справедливо Что например Россия Обладает Ну вот Огромными Запасами Которые Ну принадлежат Как будто бы Ей Но по идее Это же Сокровища Должны Принадлежат Всему Человечеству Ну Заметь Что предки Предшественники Мадлен Олбрайт За 70 лет До нее Особо Не переживали Когда Основные Запасы Нефти Были Найдены Именно В Соединенных Штатах И компания Standard Royal of America Боролась С другой Компанией Их было Всего два Таких Гигантских Конгломерата За Мировые Рынки Сбыток Керосина Ну Прошу прощения Это Все Очень Весьма Условно Опять же Стоит Заметить Что первыми Кто поднял Вопрос О том Что все Природные Ресурсы Принадлежат Всему Человечеству Это Были Советские Большевики Но Сейчас Понимаете Очень Как-то Было Опять-таки Ссылаться На Мнение Большевиков Или Например На Мнение Владимировича Ленина В отношении Газификации Угля Как-то Не комифо Неудобно Они Плохиши С ними Все Плохо Но Собственно Говоря Если Вы Повторяете Их Идеи То Нужно Понимать Откуда Растут Ноги Вот Тогда Как раз С этим Делом Не Получилось Я хотел Быть Пару Слов Сказать О том Что На Земле Есть Пример Когда Мнение Двух Совершенно Разных Полярных Стран Политически Полярных Сошлось На Одной Очень Важной Идеи Это История С Антарктидой Потому Что Когда После Второй Мировой Войны Возникла Идея Начать Резать Антарктиду Как пирог Как торт Вот так От полюса Такими Секторами То Две Страны Выступили Жестко Против Этого Дела Это США И Советский Союз Каждый Со своими Взглядами Но В этом Они Сошлись Что Антарктида Это Должен Быть Последний Неизрасходованный Резервуар Человечества Всего Ему Нужно Всю Эту Тему Вопрос Антарктиды Кому Она Принадлежит И прочее Отложить Как Можно Дальше А там Уже Потомки Разберутся И Самое Интересное Что И Советские Коммунисты И Американские Капиталисты Они В этом Отношении Оказались Абсолютно Солидарными И Благодаря Действию Вот этих Крупнейших Стран Удалось Пробить Вот это Знамительное Соглашение Об Антарктиде Которое Продляется И Благодаря Этому Антарктида Никому Конкретно Не Принадлежит Потом Аналогичную Вещь Было В отношении Космических Тел Когда Началась Космическая Гонка То есть В принципе Договориться Могут Даже Такие Силы Даже Полярные Политические Противники Важно Чтобы Была Какая Была И какая-то Конкретная Идея Которая Бы Всех Объединяла Пример Россия Допустим С газом Говорит О чем Допустим С ее Ресурсами В России Не Советский Союз В России Да Газа Нефти Много Причем Нефти Гораздо Меньше Чем Хотелось Бы Ей Газа Довольно Много Но Например Может Измениться Реально Допустим Ситуация И Так Скажем Ее Богатство Станет Газовое Менее Востребовано Зато В России Допустим Прием металлов Платиновые Группы Она По некоторым Позициям По-моему По Палладию 70% Мирового Рынка Об этом Мало Говорят Но Все Автомобили С длительным Внутреннего Сгорания Должны Использовать Палладий Для своих Катализаторов Меньше Станет Автомобилей Опять-таки Цены На Палладию Упадут Но Поэтому Надо Сказать Что Если У тебя Есть Какое-то Богатство Природное И говорить О том Что Ты уже Все Ты в Шоколаде Это До поры До времени Поэтому Серьезные Люди Во всех Странах Такие Есть Они Прекрасно Понимают Что Требовать Вот этого Массового Передела Это Может Вылезти Себе Дороже Сегодня Ты вроде Бо Как бы Страдаешь Потому Что Ты Такой Маленький И ты Хочешь Чтобы У всех Все Было Общее А Через Десять Лет Вдруг Выяснено Что Нам Позарез Нужен Какой-нибудь Материал Допустим Йод И нам Нужно Дико Много Минералов Содержащих Йод А у Тебя Как раз Ты Сидишь На Йоде Вот Пример Я Совершенно От Балды Взял И Все И тебе Станет Так Расгорчитель Ты Сам Собственно Говоря Лишил Себя Таких Возможностей Другое Дело Что Опять Таки Можно Договориться О том Что Существуют Какие-то Взаимоприемлемые Условия Соформирования Цен Пределы Какие-то Это Все Можно Тоже Договориться Вопрос В том Что Нужно Договариваться И Нужно Ставить Прежде Всего Какие-то Общие Интересы Понимать Что У Собеседника Тоже Есть Свои Интересы И Этому Тоже Надо Учиться Вторая Мировая Война Которая Началась В известном Мире Из-за Того Что Каждый Хотел И Как и Первая Все Получить Только Для Себя Вот По Принципу Все Или Ничего Она Научила Политиков Договариваться Но Тогда Это Были Все Политики Которые Видели Что Такое Война Мировая Война Сейчас К сожалению Пришло Поколение Политиков Всех Все Больше Для Которых Война Это Что-то Из Сводки Теленовостей Или С Экрана Интернета А еще Хуже Стрелялки Из Шутеры Из Компьютерных Игр Они Не Представляют Себе Всех Этих Проблем И Поэтому Они Так Довольно Легко Могут Себе Позволить Сказать Вот Так И Очень Опасно Поэтому Появление Тех Людей Которые Выходят На площади И требуют От своих Правительств Вообще От кого угодно От компаний Корпораций Чтобы они Начинали Договариваться Это в принципе Хорошо Это в принципе Хорошо Потому что Люди Должны Периодически Знаете На то и Щука В море Чтоб Карась Не дремал На то и Грета Тунберг Чтобы Об этой Теме Говорили Да Про это Вот Может быть Люди Бы Десять раз Очень многие Люди Бы И не думали Про эту Тематику Но они Увидели То Искаженное Расстройством Переживаниями Лицо Греты Они Начали Спорить Но они Все-таки Об этом Задумались Наконец-то Поэтому Мне кажется Что С одной стороны Нужно Отметить Что Нам Нужно Чтобы Кто-то Обязательно Говорил Людям Об этих Проблемах Подталкивал К десусе Мы должны Уметь Говорить Между Собой И Если Мы будем Уметь Говорить Между Собой То Мы В принципе И можем Прийти Хоть К какому-то Более-менее Взвешенному Решению И Мне Мне кажется Что Нужно Еще Понимать Одну Простую Вещь В этом Году Стало Еще Более Понятно Что Земля Это Маленький Шарик В котором Который Очень Изолирован От Остальной Вселенной В известной Мере Во всяком Случай Количество Золота Нефти Полезных Ископаемых Которые Есть На нашей Планете Кислорода Которым Мы Дышим Воды Которые Мы Пьем Очень Ограничено Когда Я изучал Геологию Один Наш Преподаватель Профессора Показывая Стакан Воды Сказал Вы понимаете Что Это Вся Вода Которая Есть На Планете А Теперь Подумайте За последние 500 Миллионов Лет Сколько Раз Вода Из Этого Стакана Прошла Через Организмы Существ Которые Жили За Все Это Время Он Говорит Судя По всему Несколько Раз Вы Пьете Очищенную Мочу Вы Должны Понимать Что Мы Находимся На борту Космического Корабля Под названием Земля И Нас Никто Не Спасет Не Прилетит Нам Продкачать Кислорода Или Бросить Пищевой Паек Если Мы Все Это Сами Своими Собственными Руками Не Грохнем Вот Это Очень Важный Момент Поэтому Какие Способы Мы Будем Принимать Это Уже Дело Десятое Но Понимать О том Что Нам Нужно Что-то Договариваться И Как-то Решать Мы Должны Четко Сейчас Будем Продолжать Договариваться Константин Ранг С программы Климат Контроль И До Встречи В 2020 До свидания Продолжение следует